Вместо травмоопасной тротуарной плитки на площади университетской выложили современную брусчатку. Объем работ свыше полутора тысяч метров квадратных. С реконструкцией подрядчики справились за две недели. Тротуарная плитка здесь была разрушена на 70%. Подрядчики приступили к работе в конце сентября. Реконструкцию должны были завершить ко дню освобождения города. Но справились раньше. Новая брусчатка, по словам подрядчиков, прочная и качественная. Она способна выдержать даже вес автомобиля. В течение четырех полных дней был произведен демонтаж старого покрытия. Подготовлено основание, вывезено, спланировано. И вот то, что вы сейчас видите, было окончено в субботу. Прогнозы даем 10 лет. Можно сюда не заглядывать. Но, естественно, это уже задача коммунальщикам, чтобы ее правильно эксплуатировать, то есть не набиваться грязью, вовремя убирать. Площадь университетская – место для прогулок молодых семей и студентов. Сейчас отдыхать здесь гораздо приятнее, отмечают они. В последнее время здесь дорога была такая ухабистая, не очень привлекательная. А вот в ближайшие две недели, насколько я понимаю, ее сделали, так оккультурились. Сейчас совершенно по-другому и приятно уже и ходить. Сейчас рабочие подкрашивают подпорные стенки. Они также в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Этим местные власти обещают заняться в следующем году. А в этом запланировано еще несколько реконструкций городских площадей. Из бюджета Запорожья только на Александровский район выделено свыше 4 миллионов гривен. Следующий этап – это у нас тротуар по улице Чабаненко, который находится рядышком вот здесь, и улица Воголя. И дальше уже переходим. Как я уже говорил, на проспект Соборный, это где в районе улицы Базарная, бывшая Анголинка, и парная-непарная сторона улицы Запорожской, это от улицы Школьной до набережной магистрали. То есть в этом году все выделенные деньги, то есть мы оправдаем поддержку нашего мэра Владимира Викторовича Буряка.